Всем здравствуйте! Меня зовут Кравцова Антонина Валерьевна. Я веду студию прикладного творчества в Доме культуры Луч. И на сегодняшнем мастер-классе я покажу вам, как сделать целых четыре абсолютно разных вида корабликов. Мы сделаем их из бумаги и в конце видео посмотрим, какой же кораблик плавает лучше, а какой подходит только для того, чтобы красиво поставить его на полочку или использовать для поделок. Ну что, поехали! Итак, что же нам с вами понадобится? Несколько листов разноцветной бумаги, ну или может быть можно взять белую и потом раскрасить ее в те цвета, которые вам захочется. Краски, кисточка, водичка, ножницы и линейка. Ну что ж, давайте начнем с первого, самого простого и самого популярного вида корабликов. Для этого возьмем лист бумаги и начнем его складывать. Первый раз мы складываем пополам, уголочек к уголочку, хорошенечко все выравниваем, держим пальчиками и делаем сгиб. Сгиб прорабатываем линейкой. Складываем второй раз. Точно так же, очень аккуратно соединяем уголочки. И сгиб прорабатываем линейкой. Открываем обратно. И ту сторону, где у нас сгиб, то есть сверху. С этой стороны мы складываем уголочки внутрь. Тут самое главное, чтобы вот эта линия, уголочка нашего, полностью совпала с линией, которая посередине. Это наша линия сгиба. Двигаем, двигаем, двигаем уголочек ближе, 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 до тех пор, пока она полностью не совпадет. И проводим сгиб. Обязательно каждый сгиб прорабатывайте линейкой. Так будет намного удобнее. И с другой стороны. Видите, вот здесь вот не совпадает еще. Двигаем, 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 двигаем. Оп, совпало. Отлично. Теперь нам с вами нужно нижний вот этот вот кусочек. Видите, тут два крылышка как бы. Их нужно подогнуть наверх. Перевернем. И подогнем вторую часть тоже. Теперь уголки с одной стороны нам нужно загнуть за наш вот этот вот серединный треугольничек. Загибаем. А с другой стороны не трогаем. И здесь тоже загибаем. Что ж, вот такая вот заготовка у нас с вами получилась. И следующим этапом нам с вами нужно ее раскрыть и сложить по-другому. Вот что получается. Видите, мы снизу смотрим, у нас здесь есть кармашек. Мы его раскрываем и складываем. Отлично. Вот такой вот ромбик у нас с вами получается. И теперь мы загибаем вот эти уголочки наверх. Стараемся тоже подвести их как можно ближе к уголку. И как можно ровнее. Сгиб прорабатываем линейкой. И с другой стороны делаем то же самое. У нас получается вот такой вот плотненький треугольничек. Замечательно. Теперь нам с вами нужно еще раз вернуть его обратно. То есть мы опять поворачиваем к низу. Смотрим, у нас здесь есть кармашек. И этот кармашек мы складываем в другую сторону, в обратную. Ну что ж, теперь творится у нас магия. Очень интересная. Видите, вот здесь вот торчат уголочки. Вот этот и вот этот. За них нужно потянуть. Мы тянем. И вот что у нас получается. Смотрите. Самый настоящий кораблик. Ну что ж, это был самый первый вид корабликов. Самый распространенный. Но, кстати, не самый простой. Мне кажется, очень интересно его делать. Особенно вот этот последний момент, когда ты раскрываешь, и у тебя уже готовый кораблик. Давайте продолжать. Итак, для того, чтобы сделать кораблик с двумя трубами, нам понадобится не прямоугольный лист бумаги, а квадратный. Чтобы сделать квадратный лист бумаги, мы с вами должны сложить один из уголочков и приблизить его максимально к противоположной стороне. Приближаем, приближаем, приближаем. Проверяем, что у нас вот здесь остренький уголочек получается, и вот эти вот стороны полностью совпадают. Держим пальцем очень крепко наш уголочек вот здесь, а второй рукой прорабатываем сгиб. Можно сразу линейкой пройтись. Возьмем теперь ножницы и отрежем вот этот вот прямоугольник. Он нам не понадобится, он у нас лишний. Квадрат готов, и мы можем продолжать. Следующим этапом вот этот сгиб мы сделали. Теперь нужно сделать точно такой же, но в другую сторону. Противоположные уголочки соединяем. Ровно-ровно стараемся все делать. И прорабатываем сгиб. И дальше все очень просто. Нам нужно все четыре уголочка сложить в середину. Серединка у нас отмечена. Она там, где перекрещиваются наши сгибы. Уголочек берем, прикладываем его максимально близко в серединку и максимально ровно. И линейкой прорабатываем. И так все четыре уголочка. Замечательно. Теперь нам с вами нужно перевернуть. Видите, квадратик. И мы еще раз складываем все четыре уголочка в середину. Теперь нам даже проще. Видите, вот здесь такие сгибы. Мы стараемся совместить уголочек с ними. Стороны уголочка мы совмещаем. И ровненько все проглаживаем хорошенько. Квадратик уменьшился еще немножечко. И теперь нам с вами нужно еще раз перевернуть его и еще раз сложить все уголочки к середине. Видите, как просто. Делаем одно и то же. Отлично. И теперь переворачиваем. И смотрите, что мы с вами видим. Вот у этих квадратиков маленьких есть вот здесь вот такие ушки. И мы должны с вами за эти ушки потянуть вот здесь и вот здесь. А справа и слева не трогать. Только сверху и снизу. Тянем за ушки. Раз ушко. И второе тоже вытягиваем. И вот туда наверх складываем. Как вы можете догадаться, это наша будущая труба. И с другой стороны делаем то же самое. Сверху и снизу делаем. Справа и слева не трогаем. Ну и что же нам остается? Нам остается потянуть вот за эти уголочки вправо и влево. Мы пальцем должны распрямить немножечко наш кармашек. И с этой стороны тоже. И что же у нас получается? Вау! Вот такой вот кораблик. По-моему, тоже очень интересно. Особенно последний момент. Когда ты до последнего момента не понимаешь, как же, что же сейчас из этого получится, из этого квадрата, как получить кораблик. А вот он получился. Ну что, давайте делать дальше. Следующий кораблик не менее интересный. Для следующего вида кораблика нам с вами понадобится снова квадратный лист бумаги. Я уже себе подготовила такой. Итак, первым делом нам с вами нужно сложить наш лист пополам. Складываем уголочки. Хорошенечко их друг к дружке пододвигаем, чтобы они были идеально ровными и идеально совпадали. Теперь держим пальчиками уголки крепко-крепко и прорабатываем сгиб. Здесь лучше его поработать линейкой. И теперь сгибаем в другую сторону. Точно так же. Теперь нам с вами необходимо согнуть уголочек к центру, как мы с вами уже делали. и сделать то же самое с другой стороны. Вот такая вот фигура у нас с вами получается. Теперь мы беремся вот за этот нижний квадратик и полностью накрываем верхнюю часть. Отлично. Теперь мы с вами должны сначала правый уголочек по сгибу по вот этому согнуть к верхушке. Вот что получается. И теперь левый уголочек мы должны согнуть точно так же, но с другой стороны. Нам нужно, чтобы вот здесь были вот такие кармашки. И с этой стороны тоже, видите, кармашек образовался. Теперь нам с вами необходимо посмотреть вот так вот сверху на наш кораблик и надавить справа и слева. Смотрим сверху. Видите, у нас в середине есть вот такой кармашек, и мы его складываем в другую сторону. Вот что у нас с вами получается. Ну что ж, теперь осталось совсем немного. Формируем дно у нашего кораблика. Складываем вот этот вот уголочек к серединке, кверху и очень-очень хорошо прорабатываем сгиб. Нам нужно максимально сильно его разгладить. И для этого мы с вами еще в другую сторону его прогнем и загнуть ее вниз. Наверх я сгибаю уголочек к серединке, а вниз точно так же, тоже к серединке. И теперь нам с вами нужно вот здесь немножечко постараться. Видите, у нас здесь есть два вот таких вот крылышка, и нам нужно раскрыть их в квадратик. Тут потребуется некоторое усилие. Раскрываем, раскрываем еще, 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 еще. Отлично, квадратик готов. Загибаем его вниз. И донышко нашего кораблика готово. Он у нас будет стоять и будет плавать. Теперь сделаем так, чтобы парус немножечко был поменьше. Чтобы один парус был немножечко поменьше, чем его собрат. Сгибаем парус вниз. Отступаем немножечко местечко и сгибаем его наверх. Я его еще чуть-чуть наклоняю. Вот таким образом. И очень-очень хорошо прорабатываем сгиб. Теперь разгибаем обратно. Открываем створки. И по этим сгибам, которые мы с вами сделали, нам нужно согнуть вниз и согнуть наверх. И закрыть створки обратно. Вот такой вот парусник у нас с вами получается. По-моему, тоже очень интересно. И немножечко проще, чем предыдущие варианты. Ну и теперь давайте сделаем самый сложный из всех корабликов. лодочку. Ну и для последнего кораблика нам тоже понадобится квадратный лист бумаги. Начнем с того, что сделаем два сгиба. Складываем книжечкой уголок к уголку. Хорошенечко прорабатываем. И второй раз точно так же, но в другую сторону. Теперь складываем все уголочки к центру. И разгибаем их обратно. Нам с вами это нужно было для того, чтобы разметить наш лист бумаги. И теперь уголочки мы уже должны сложить и уголочком до центра вот этого нашего сгиба, который мы только что сделали. дотянуться. Ставим его на центр и прогибаем наш сгиб. И еще раз. Хорошо. И теперь складываем уже по нашим проработанным сгибам все внутрь. и переворачиваем. Замечательно. Теперь нам с вами необходимо книжечкой сложить стороны тоже к центру. Одна сторона к серединке и вторая сторона тоже к серединке. Дальше мы с вами по вот этим вот разрезам сгибаем уголочки к серединке. Ну это конечно же не разрезы, мы ничего с вами не режем в оригами. Это просто такие вот щели, которые остались в процессе. Замечательно. И теперь нам нужно вот эти уголочки приложить к серединке. загибаем вот таким образом. Хорошенечко промнем наш сгиб линейкой. С другой стороны делаем то же самое. Так. Замечательно. И с противоположной стороны делаем абсолютно то же самое. Ну что ж, теперь настало время открывать нашу лодку. Смотрим, у нас вот здесь вот в серединке есть кармашки. За них нужно потянуть. Вот что у нас получается. Но это еще не лодка. Теперь нам нужно перевернуть нашу лодку и потянуть вот за эти два кармашка. И вот теперь уже это наша лодка. Вот такая вот лодчонка у нас с вами получается. Конечно, процесс немножечко сложнее, чем был у других корабликов. Но, по-моему, она выглядит тоже очень интересно. Ну что ж, все готово. Теперь давайте немножечко украсим наши кораблики и пойдем попробуем, как же они будут вести себя на воде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что ж, я уже дошла до пруда, и будем начинать опускать наши кораблики. Начнем с первого. Вау! Он очень здорово плавает. Наверное, это будет наш лидер. Теперь лодочка. Посмотрим, что она нам может показать. Да, лодочка тоже очень здорово плавает. Совсем не тонет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше опустим красный наш кораблик с двумя трубами. Так, вот с этим корабликом немножечко проблем побольше. Он очень быстро намок. Очень странно. Быстро намок и начал тонуть потихонечку. Ну и последний кораблик-парусник. Да, вот этот кораблик, наверное, самый неудачный для того, чтобы отправлять его в плавание. Он совсем не стоит и плавает разве что на боку. Вот такой вот эксперимент получился. Надеюсь, вам понравилось, что мы сегодня с вами сделали. Спасибо вам большое за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok